Владимир и Наталья познакомились случайно, на работе. И как часто бывает, такое случайное знакомство быстро переросло в служебный роман. При этом мужчина был женат, имел двоих детей, да и сама Наталья, что называется, не без прошлого. Совсем недавно женщина развелась с мужем, от брака у них остался малолетний сын. Но все это не мешало коллегам быть еще и любовниками. Впрочем, сама Наталья относилась к этим отношениям довольно серьезно. Неоднократно женщина просила Владимира бросить семью и окончательно уйти к ней, но мужчина был непреклонен. Уже тогда стало понятно, что отношения любовников обречены на провал. Но вряд ли кто-то из них предполагал, как на самом деле может закончиться эта лавстори. О том, что у мужа кто-то есть на стороне, супруга Владимира даже не догадывалась. Для мужчины это был второй брак, и поначалу казалось, что в семье все складывалось. Вскоре после свадьбы у них родилась дочь, и именно тогда в жизни Владимира появилась Наталья. На тот момент женщина тоже была не свободна, однако первый шаг к новой жизни сделала именно она. Работали вместе они на шинном заводе Белшина в Бабуське. Подозреваемый был женат, у него и семья, и ребенок оставалось. Но, в общем-то, понравилась ему эта женщина Наталья встречаться. Он с ней стал достаточно часто. Потом, как давал показания, мы встречались каждый день. Место встреч интимных проходило либо у нее в общежитии, либо на улице, но, в общем, где только могли они встречались. Когда они познакомились и стали встречаться, а это, значит, длилось примерно с 2012-2013 года, Наталья приняла решение расторгнуть брак с мужем. Почему? Потому что она надеялась, что супрончик поступит точно таким же образом, и у них будет новая семья. Вот. Она к нему испытывала самые искренние чувства, любила его. После развода с мужем Наталья переехала в общежитие. При этом ребенок по решению суда остался с ней. Однако в силу специфики своей работы на заводе женщина трудилась в три смены. Шестилетний Илья все равно большую часть времени проводил с отцом. Конечно, мальчик рассказывал папе о новом мамином ухажере, но мужчина относился к этому спокойно. Да и сама Наталья не скрывала своих чувств к Владимиру. Однако тот не спешил бросаться в омут с головою. Мужчина продолжал жить со своей семьей и открыто заявлял своей любовнице, что, в принципе, разводиться не собирается. По происшествии определенного времени, где-то около полгода, Наталья начала ставить условия о том, чтобы он разводился и оставался с ней жить. В принципе, она его полностью устраивала как сексуальная подруга, как, в общем-то, человек, с которым ему было приятно оставаться какой-то определенной промежуток времени, но проживать он с ней не хотел. Поэтому начались, в общем-то, у них постоянные скандалы, которые, ну, сначала длились там несколько часов, потом несколько дней, потом переросло это в несколько месяцев. Основной причиной таких скандалов была ревность. Причем ревность не только со стороны Натальи, но и со стороны самого Владимира. Не желая серьезных отношений с собой, он не позволял любовнице встречаться с кем-либо из других мужчин. Частенько такие выяснения отношений заканчивались для Натальи синяками и хорошей взбучкой. Но влюбленная женщина продолжала терпеть и наивно ждать, пока Владимир все-таки уйдет из семьи. Вечером 24 декабря 2015 года Владимир Супрончик приехал на охоту в деревню Заполье Глузского района. Мужчина остановился в доме у своего родственника. Тот частенько давал ему ключи и позволял пользоваться жилищем в своих интересах. Растопив печку и приняв немного для сугрева, Владимир вдруг решил, что одному ему здесь явно будет скучно. Охота запланирована на утро, а после он собирался остаться еще на одну ночь. И словно по заказу как раз в этот момент раздался телефонный звонок. На экране высветилось имя Наталья. Когда у них уже с Супрончиком состоялся телефонный разговор, она сказала, что хочет его видеть. Значит, она была готова ехать к нему и на такси, хотя расстояние было довольно значительное. Он как бы не возражал против этого, но сказал, что сам все решит в плане автомобиля и поездки. Он стал звонить своим знакомым, друзьям. Преимущественно это были его товарищи по работе, что подтверждается, подтверждалась распечатка телефонных соединений. Цель у него была тогда одна, это найти человека, который бы смог привезти Наталью. К нему в деревню. В итоге, несмотря на довольно позднее время, такой человек нашелся. Это был общий коллега Владимира и Натальи, который прекрасно знал подробности их отношений. Без лишних вопросов мужчина согласился завести женщину с ребенком в деревню. Встречать гостей Супрончику пришлось уже в начале первого ночи. Ребенок за время в поездке уже уснул. И, как говорил и сам обвиняемый, и свидетель, который привез, он просто Супрончик перенес его в дом. А сами Супрончик и Брюсюк стали распевать портну. Они помирились, все было так, как возлюбленные очень-то и хотели. Провели ночь. Вместе она с ребенком осталась в доме, он ушел на охоту. С его словом, он вернулся вечером, так как охотник имел оружие, ружье двустворное, заряженное было патронами, патронтаж был у него, и нож охотничий для разделки животных. Когда Владимир вернулся с охоты, Наталья спала. При этом ребенок оставался без присмотра и в момент возвращения мужчины игрался с ножом. Именно это и стало поводом для очередного конфликта. Владимир сделал Наталье замечание, впрочем, та не стала затевать скандал и спокойно принялась готовить ужин. На календаре было 25 декабря. Католическое Рождество, потому никто из любовников не хотел портить ни настроение, ни отношения. Кошмар, которым обернется эта ночь, вряд ли можно приснить даже в самом страшном сне. Пока Наталья готовила ужин, Владимир принялся отмечать праздник в одиночку. Разведенный спирт мужчина привез в деревню еще несколько недель назад. Опрокинув пару рюмок, Владимир пригласил за стол и любовницу. Вместе они выпили еще по 50, а затем мужчина предложил продолжить застолье в доме у своего родственника, который жил через дорогу. Николай, так звали соседа, встретил гостей, что называется, по-свойски. Достал бутылку водки, накрыл маломальский стол. В общем, казалось, рождественский вечер удался. Посидев у родственника несколько часов, Владимир и Наталья собрались домой. Во-первых, пора было укладывать ребенка, а во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, они были уже изрядно пьяны. Вернувшись в дом, первым делом Наталья уложила спать сына, а после они с Владимиром снова продолжили петь. При этом разговор нетрезвых любовников неожиданно зашел о воспитании детей. Мужчина начал упрекать Наталью в недостаточном внимании к сыну, а та, в свою очередь, не сдержалась и устроила настоящий скандал. Он поясняет, что бесконечно они выпивали спиртные и опять началась рухня. Рухня началась из-за опять ревности. Наталья опять требовала от него уход от супруги и, в общем-то, закончилась тем, что она собралась уходить с ребенком из дома. Я хочу заметить, что это был декабрь месяц, ночь. Деревня находится от города на расстоянии примерно около 20 километров. Это от Глузка, от Бабурска, значит, еще длительнее. Вокруг одни леса, больше ничего нет. Поэтому уйти с ребенком среди ночи и вообще непринятно, докуда бы она дошла, в холод, тяжело ответить на этот вопрос. Однако Владимир все же смог успокоить любовницу и даже на какой-то момент показало, что внезапно вспыхнувший конфликт закончился так же неожиданно, как и начался. Они снова сели за стол, снова выпили, а затем сознание мужчины вдруг помутнилось. А вместе с ним помутнился и рассудок. Продолжалось распитие спиртного, ребенок велик спать, отдыхать, все. Потом, с его слов, он на какое-то время отключился и больше ничего не помнил. Когда он вспомнил, когда он уже вспомнил, начал осознавать, открыл глаза, увидел, что вокруг два тела мертвых. Ребенка, проследенная голова и проткнута насквозь одним ударом ножа, в общем-то, тело полностью между лопаток. Она с огромнейшим числом побоев на живых ран также лежит мертвый. О том, что на самом деле произошло в ту роковую ночь, не смог рассказать даже сам Владимир. Ясно одно. На фоне сильнейшего алкогольного опьянения у мужчины, что называется, сорвало крышу. При этом, в таком же бессознательном состоянии к тому моменту находилась и сама Наталья. Причем, этот факт следователям удалось установить достоверно. Есть видеозапись, которую ребенок делал на телефон, там буквально за считанные минуты этого убийства была совершена, примерно минут за 40, наверное, за час, где мать абсолютно в невменяемом состоянии переподвигалась, смеялась и, впрочем, была примерно в таком же состоянии. Если бы она ушла, тогда, как она собралась, она оделась, ребенка одела, вышла уже на улицу, он ее вернул назад, то события, о которых рассказываем, не произошли бы. Но, в общем-то, он уговорил, и она вернулась назад. В день совершения преступления потерпевшийся обвиняемым вместе выпили достаточное количество спиртного, большое количество спиртного. В результате чего произошло, в последующем произошло это преступление. В плане предположения мы можем точно сказать, что импульсивность, взрывчатость была характерна личности обвиняемого. Состояние алкогольного племения еще больше могла проявиться. Из-за чего и каким именно образом агрессия пьяного мужчины вылилась на любовницу достоверно неизвестно. Скорее всего, причиной смертельного конфликта стали те самые ревностные отношения между любовниками. В какой-то момент от слов Владимир перешел к действиям и начал избивать Наталью сначала руками и ногами, а затем в ход пошли ружье и нож. он убил ее с особой жестокостью. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевших были обнаружены телесные повреждения, которые причинены в результате не менее 57 травматических воздействий. Это были и кровоподтеки, и ссадины, и колото-резаные ранения. Все телесные повреждения вызвали у потерпевших состояние травматического шока, от которого она скончалась на месте происшествия. Но это обвинение показалось мало. Он переключился на ребенка. Этим же ножом, который давно убил свою любовницу, он нанес один удар в грудную клетку ребенку, протнув тело насквозь. Потом взял и произвел выстрел ребенка изымевшегося при нем охотничьего ружья. То есть пуля попала в голову и снесло пол головы. После этого обезумевший мужчина вышел на улицу и начал стрелять по окнам того самого родственника, у которого несколько часов назад они мирно сидели за столом. На часах было уже около четырех утра. Проснувшись от выстрелов, Николай выбежал из дома и тут же попал под раздачу. когда Сергейчик проснулся от звука разбитого стекла и вышел во двор он говорит я увидел супрончика с ружьем в руках значит спросил что что ты делаешь и попытался вырвать у него просто это ружьем. В итоге у меня это с трудом получилось он значит супрончик его еще несколько раз ударил этого Сергеечка вот но все-таки в итоге ружье удалось супрончика ему это брать и спрятать просто. Только после этого невменяемый Владимир ушел к себе в дом однако затем еще несколько раз снова возвращался к соседу и просил вернуть ему ружье благо Николай был не таким пьяным и не стал даже слушать супрончика в итоге Владимир уснул а на утро всю деревню ждала страшная новость Утром 25 декабря 2015 года в Глузский РОВД поступило сообщение от одной из жителей с деревни Заполье Женщина толком ничего не могла пояснить говорила лишь что в деревне произошло что-то страшное что именно выяснилось только когда на место прибыла следственно-оперативная группа конечно та картина которая на месте происшествия была не каждый скажем так сможет выдержать это просто и психически как-то принять психологически в одном в одном из домов деревни это частный дом были обнаружены трупы женщины и ребенка в ходе проведения первоначальных неотложных следственных действий оперативных разыскных мероприятий были установлены личности погибших ими оказалось значит погибшей женщиной оказалась также жительница города Вобруська Велесюк Наталья а ребенком ее малолетний сын Велесюк Илья как только оперативники принялись опрашивать местных жителей выяснилось что подозреваемый в совершении этого страшного преступления мирно спит в доме напротив естественно мужчину сразу же задержали однако добиться от него каких-либо пояснений первоначально не удалось он вообще с трудом держался на ногах как выяснилось вдвоем с потерпевшей они выпили практически трехлитровую банку с моломкой спирта разведенного концентрация спиртно-сидежащей продукции была очень высокая но на месте происшествия оставалось не больше чем одна треть трехлитровой банки в общем-то это алкогольное мнение было сильнейшее для скажем среднестатистического человека лишь в кабинете следователя Владимир Супрончик начал понемногу приходить в себя но все равно на контакт мужчина шел неохотно первоначально он не отрицал что мог совершить это преступление заявлял лишь что ничего не помнит а затем вообще начал винить во всем жителей потустороннего мира я просе пояснял что значит в тот период который мы отменяли предполагаемый период совершения преступления по дому ходили люди похожие на зомби что он видел какой-то свет что кричал чтобы Наталья убегала с сыном а он их как-то от этих зомби защищал что касается и ружья и значит ножа и патрона все это висело на стенке возле печки домик небольшой был в котором они проживали не проживали приезжали для в общем-то вот этой охоты предметы находились достаточно опасные и недалеко друг от друга в общем-то можно было достать и ребенку эти предметы и можно было достать самому обвиняемому в будущем супрончику уже на следующий день после убийства Владимир супрончик согласился на участие в проверке показаний на месте правда мужчина постоянно напоминал следователям что ничего не помнит а потому вряд ли этот эксперимент принесет какую-либо пользу на самом же деле выяснилось что помнил мужчина достаточно многое он указал дом он открыл двери он уже непосредственно на месте происшествия показал где находятся трупы как они лежали в каком они были положении в общем-то он полностью и на во время проведения допроса в качестве подозреваемого и во время проведения проверки показаний полностью подтвердил те обстоятельства осмотра места происшествия которые были накануне то есть сомнений в том что человек находился на месте происшествия не было вообще никаких почему это все произошло я уже ничего не помню начнусь вроде бы как сидел я вот там а я так все увидел до того как вы очнулись прядок был в доме вы не хотите дополнить свои показания нанесением ударов потому что у меня сомнений в том что вы убили ребенка и эту женщину и у вас их тоже нет я об этом знаю точно чем вы не важно я не помню вы не помните события вы очнулись находились на кровати где находились трупы расскажите пожалуйста головой куда она лежала она лежала вон там у меня порог головой куда головой куда собранные доказательства в ходе следствия позволяли сделать категоричный вывод о том что данные преступления были совершены супронщиком вот несмотря на то что он из самих событий как он говорит не помнит это и выводы судебно-генетических судебно-биологических экспертиз медико-криминалистических экспертиз в частности эксперты установили что ножевые ранения Натальи и ее сыну были причинены одним и тем же ножом на рукоятке клинка специалисты обнаружили биологические следы супронщика такие же следы удалось изъять из приклада ружья из которого был произведен выстрел было предоставлено пять ножей из которых по повреждениям на одежде и соответственно на кожных воскутах мы здесь выясняли каким именно из этих пяти ножей были они причинены устанавливалось конкретное орудие преступления то есть каким именно ножом были в данном конкретном случае был выделен один нож по характерным особенностям которые он оставлял проходя преграды в виде одежды и кожного покрова остальные четыре ножа были исключены то есть было установлено конкретное орудие преступления в последующем проводились многочисленные экспертизы геномные биологические тросологические баллистические потому что он стрелял но сомнение в том что человек совершил это же встречающее преступление в общем-то пьяный в пьяной удали в пьяной непонятном угаре когда ревность уже перестала человек перестал соображать что он делает это очень ужасно одно из самых важных экспертиз была психолого-психиатрическая ведь прежде чем передавать дела в суд необходимо было убедиться в том что обвиняемый психически здоров и может понести заслуженное наказание однако кроме повышенной импульсивности и раздражительности эксперты не выявили у Супрончика никаких отклонений согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы Супрончик признан психически здоровым человеком то есть он понимал значение своих действий и мог руководить ими в полной мере сознавал общественную опасность вот ссылка на на запамятование им вот этих моментов как одним из вариантов это даже эксперты это указали могло бы быть вызвано это употреблением алкоголя в больших количествах состояние алкогольного опьянения он естественно мог привычно взять и ружье и нож охотничий и выполнить если так можно сказать с точки зрения мышечной памяти привычное действие только если раньше он их выполнял по отношению к животным ну вот сейчас вполне эти действия могли просто продублироваться ну уже по отношению к людям уже в ходе следствия выяснилось что после того как супрончик обнаружил трупы Натальи и ее сына он хотел покончить и с собой изначально мужчина ударил себя в грудь кухонным ножом однако лезвие согнулось лишь оцарапав кожу тогда Владимир еще несколько раз пытался уговорить соседа вернуть ему ружье видимо для того чтобы попытаться застрелиться в своих первоначальных показаниях он наряду с тем что хотел покончить жизнь самоубийством еще сказал такую фразу что если бы я тогда нашел ружье я бы лежал там рядом с ним то есть это еще раз подчеркивало его психическое отношение к тому что случилось то есть зачем человеку который считает себя невиновным невиновным накладывать на себя руки скажем так дело конечно вызвало большой общественный резонанс в области погибла целая семья мать и сын еще породила та жестокость с которой было совершено это преступление чтобы сказать что он уже закоренел какой-то преступник этого не скажу обычный человек нормальный семьянин то есть характеризовался положительно как по месту жительства так по месту работы ну все конечно были в шоке от того что он совершил никто от этого не ожидал на суде мужчина так и не признал своей вины утверждая что ничего не помнит никакого раскаяния в глазах подсудимого участники процесса также не увидели 12 августа Могилевский областной суд признал Владимира Супрончика виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью а также в особо злостном хулиганстве и приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима на данный момент приговор еще не вступил в законную силу его обжаловали обе стороны обвиняемые по ему мнению из-за слишком сурового наказания а потерпевшие наоборот приговор считают слишком мягким мать и бывший муж Натальи требуют для убийцы расстрела окончательный вердикт вынесет Верховный суд но одно в настоящее время ясно наверняка находиться среди людей такому человеку нельзя субтитры Субтитры создавал DimaTorzok